Друзья, привет! Вы находитесь в магазине Автокаста. Сегодня давно думали снять этот небольшой обзор Dynamic State. Наконец-то нашли время и сейчас мы для вас его снимем. Dynamic State занимаемся где-то с ноября месяца, это уже порядка, почти год занимаемся этим брендом. Продали очень огромное количество. Сейчас бы хотели с ним познакомить, рассказать плюсы этого бренда, все возможные минусы. Ну, бренд офигительный вообще. Давайте начнем. Начнем с чего? Начнем с рупоров. У Dynamic State огромный выбор рупоров. Вот есть рупора трех вариантов по 1700 рублей. Играют громко, чисто, интересно. Все рупора идут с конденсатором, все рупора. То есть, производитель думает о клиенте. Вот все, что у них есть, все продумано очень. Вот рупора такого дизайна стоит 1700 рублей. В коробочке идет наклейка Dynamic State. И также рупора. У нас в магазин дарят саморезы под шестигранник, чтобы в ваших подиумах они смотрелись красиво. Не не красиво, а именно красиво. Дальше одна из самых популярных моделек. Dynamic State 9.1. Все модельки можете найти у нас на сайте. Вот такие замечательные рупора. 1700 рублей цена. Кондерт в комплекте. То есть, можно подключить как через усилитель, через самый простой, без всяких фильтров. Как без расширенных фильтров. Также через магнитолу, без проблем. И третий вид пищалочки есть. 10.1. На данный момент закончились. То есть, у Dynamic State, у производителя, в недорогом сегменте, есть три вида пищалок, которые различаются дизайном. Ну и немного звука. Дальше. Пищалки. ПТ-Л9.1. Про серия идет. Уже более такая, подороже серия. Пищалки. Они похожи на HLS 20 Alphard. Те сняли с производства, а эти все же есть. Хорошие громкие пищалки. Классные. Также с конденсатором в комплекте. Стоят они 2200. Ну, на сайте посмотрите примерно 2200. То есть, не такая большая разница. Разница. Каждый рупор идет в свои коробочки. Есть наклейка. И, конечно же, саморезы под шестиграник ко всем рупорам. Чтобы вы смотрели красиво. Дальше. Еще в этой же линейке есть моделька 10.1. Она скоро придет. Это большие рупорные динамики. Уже с номинальной мощностью ватт 60-70. Одной пары хватит в любую дверь, в принципе, с любыми остальными динамиками. Следующая моделька это NEO серия. Это динамики на NEO, на неодимовом магните. Вот это была первая модель. 7.1. Вот так они выглядят. Можно врезать в обшивку спокойно. Никак интерьер не испортит. Ко всем рупорам идут вот такие уже конденсаторы. На 3,3 микрофарада. 250. И, конечно же, саморезы. Недавно, ну, относительно недавно, месяца три назад, вышла вот такая модель. 7.2. Пищалки будут смотреться в иномарке, вообще великолепно. В уголки их можно сделать. Сеточка, она снимается. Можно ее приклеить. Что есть интересного в том, что в пищалки вложена вот такая вот лента, клейкая. То есть, чтобы приклеить сеточку. Каждый из них продуманный бренд. Очень продуманный. Мне это вообще нравится. Это великолепно. Убираем. Цена этих пищалок 2400, этих 2600 на данный момент. Дальше. Из рупоров, из высокочастотников, получается, есть еще несколько моделей. Вот. Кстати, вот сейчас вам покажу еще одну великолепную модель. Это NT8.1. Это абсолютно аналог мачете NT23. Причем, говорят, что... Бро, привет, скажи. Илюха приехал, вот. Сейчас будет нам помогать делать обзор. Это друган ТГК. Да. Вот такие вот рупора уже в металлическом корпусе на неодимовом магните. 40 номинал, 150 максимал. И вот такие у них крепления. То есть, если там болтики, то здесь вот такие вот закрутки. Ставили проводок и его зажали. Все очень продуманно, очень удобно. А в этих рупорах в комплекте идут также конденсаторы. Все, с рупорами закончили. Давайте перейдем к акустике тогда. Здесь у нас не все модели. Сейчас ожидаем 20-чики. Но давайте начнем с самой популярной модели. Dynamic State 16.1. Серия Custom. Это самый... Ну, у нас в нашем магазине продаваемый динамик. Я объясню почему. При цене для 1300 рублей эти динамики ни разу не принесли по гарантии из проданных 500 там пар. Эти динамики имеют очень классный звук. Мы их сравнивали с Альфардом и Кшистым. С Прайдом сравнивали. Которые дороже динамики с Уралом. Играют они, я бы сказал, так же. Так же. То есть, не хуже. Даже иногда интереснее. Динамики... Короче, диапазон игры динамиков сделан именно как серединка. Они высоко не забираются. С ними слышно пищалки падают. В отличие от других там брендов. Вот так выглядит динамик. Так сделан подводящий. И такой колпачок. Первая модель была с надписью Dynamic State. Она была похуже. Эта модель просто бомба. Осталось немного, кстати. 80 номинала, 200 максимальной мощности. Во всех динамиках идут грили в комплекте. Такие грили пара стоит 500 рублей. То есть, если брать другим брендам отдельно, то здесь они есть. Такие великолепные грили. И так же идет вот резиновая основа, как клей. То есть, если у вас будет выпадать вот эта сетка, вы можете всегда приклеить. Заберем. Это линейка Custom. Это самая простенькая линейка. И следующая моделька. Это 16.4. Вот такая середина. Просто шикарная. Громкая, яркая, чистая. Динамик State CML16.4. Давайте посмотрим на динамик. Есть резинка на магните. Вот такой вот магнит. С охлаждением. Настоящая чистая середина. Целлюлозный диффузор. И вот такие грили в комплекте. Грили соты у них в комплекте. Цена динамиков 3600 вместе с грилями. К этим динамикам и грилям мы также бесплатно дарим саморезы под шестиграни. Это у нас такой принцип. Это очень важно. Динамики идут каждый в свои коробки. По весу они, конечно, тяжелее уже, чем 16.1. Еще есть несколько моделей 16-чиков. Но вот эти самые популярные модели динамиков. И очень надежные. Очень. То есть, это главный акцент, я бы сказал, по динамик State. Что очень надежная продукция. И следующая модель 20.1. Это два цари. Их можно даже сказать, что это мид-бас. Они, да, играют середину. Но мид они тоже забирают. Очень хорошо. От 90 до 10 тысяч герц. Рекомендуемая частота игры. Но они играют где-то до 5. Реально, то есть, середину не заглушают. Их ставим в трех полоски. Ну, или в двух полоски бюджетные. Цена 3000 рублей в этих динамиков. Грили, а также в комплекте. Говорю, производитель очень круто думает о своих покупателях. Прям очень круто. И делает великолепную продукцию. Он не гонится за мега популярностью. За огромным количеством продаж. Но делает очень круто. Следующее. Из 20-чиков мы сейчас еще ожидаем 20.4. Сделаем отдельный обзор. Это классный мид. Когда они были, они разошлись просто в неделю. И сейчас мы их ждем. Уже заказали, скоро придут. Классный мид-бас. Дальше. В динамик стейте и в модельке сабов. Продолжим сабов. Есть 12-чики и 15-чики. Давайте сделаем акцент на 12-чики. В 12-м размере есть сабы с катушками 4 плюс 4, 2 плюс 2. И есть с одной катушкой в 3 Ом. То есть 3-хомный саб можно подключить любым, запитать любым двухканальным усилителем. Двух-четырехканальным, то есть мостом можете запитать. Он будет великолепно играть. Вот такой мощный подвес, который позволяет получить достаточно большой ход. Целлюлозный диффузор с пропиткой. Губа, она пришита к диффузору. И вот так приклеен колпачок. Очень крутая сборка. Динамики собраны великолепно. По надежности также. Продали мы, конечно, их не так много, как другие бренды. Но эти динамики зарекомендовали себя после разминки. Очень круто. Резиновое кольцо на магните. Охлаждение. И пойдемте посмотрим поближе. Вот такие вот клеммы для проводов. Все очень надежно, классно сделано. Вот такой диффузор и сделанный в него подводящий. Все исполнено очень добротно, очень качественно. Цена динамика 5500 рублей. За эти деньги вы получите великолепный, надежный динамик, который прослужит вам очень долго. Еще бы важный акцент хотел сделать на том, что это один из первых производителей, который на коробке пишет полностью все параметры. Абсолютно все. Вот, перевернем только на русском языке. Все параметры, размер в дюймах, в миллиметрах сколько будет, сопротивление какое. Номинальную мощность, минимальную, максимальную, чувствительность в 1 ватт на 1 метр. То есть в децибелах именно в 1 ватт на 1 метр. Частотные характеристики. Диаметр катушек тоже в миллиметрах написан. Из чего состоит диффузор. Монтажная глубина посадки, монтажный диаметр, вес магнита. Все полностью, добротность динамика. Вот, и эти двеначки были достаточно до дну. И вот этим летом вышла модель 15 динамиков 3022 и 3044. Это значит две катушки по 2 Ом, а две катушки по 4 Ом. Конечно, 3022 это одна из самых популярных моделей. Илюха, иди сюда. Вот Илья с этим динамиком ездит уже почти все лето. Расскажи про 3022. Как тебе динамик? Надежный, не надежный? Как вообще? Надежный он, очень надежный. То есть динамик неубиваемый? Любые клипы. В клипе слушаешь? Конечно, каждый день. Киксон? Конечно. То есть Илья Кикс 1.900 стоит на нему. Вот он его уже, ну как только не тестировал, не испытывал, ну не удалось как бы сжечь. Дымел, вонял, все делал. Но работает. Но работает. Да, катушка светлая, как бы катушка не слетела, не сгорела. Динамик просто шикарный. Цена 8500 рублей за этот динамик. Номинальной мощности где-то у него 800. Ну на коробке заявлено 600, но где-то 800 ватт. Сколько вливал у него максимально? 1300. 1300, то есть ну не длительно, но на пике летело. Без проблем динамик держит. Такой классный подвес. То есть отыгрывать будет вам абсолютно любую музыку, что заграничный бас, как говорится, негров, что музыку рок может отыгрывать без проблем. В принципе, любую музыку вы на нем будете великолепно слушать. Погнали дальше. Во время не тянуть. Ребята, динамик стоит, пошли дальше. Они не производили сразу много разных дешевых усилков всяких. Они сделали один усилитель, но это четырехканальник 150.4. Есть видео в интернете замеров. Это делали не мы, ребята там из БАЗ-93 делали. 137 ватт при нагрузке на канал. Мощности дает этот усилитель. Ну он 150.4. Давайте его рассмотрим. Это новинка. То есть они только вышли на рынок. Классные усилки. Сделаны очень качественно. По крайней мере по схемотехнике у нас есть друг, профессионал Максим, который заценил, сказал, что это не элит, но это очень добротный. Здесь все технические характеристики в книжке. Условия эксплуатации. Что и какое расположение органов управления, что из себя представляет. Потому что многие все равно, покупая первый раз усилитель, об этом спрашивают. Разработано совместно с инженерами Южной Кореи. Реально владельцы ездили в Южную Корею, разрабатывали вместе с этими инженерами. Произведен он, конечно, на заводе в Китае, как и вся продукция, в принципе. Но этот усилитель разработан с инженерами Южной Кореи. Смотрите, самая фишка ХОПа. Колба в комплекте плюсом. Наполнительно идет колба с предом на 80 ампер. Давайте посмотрим. Усилок. Достаточно тяжелый усилитель. Заходи. Вот еще приехала звезда сегодняшнего. Здорово. Утро. Здорово скажи. Здравствуйте. Все, красавчик. Не надо, у меня проблема. Проблема. Ладно, проблему решать будем потом. Давайте посмотрим. Все терминалы идут под отвертку. То есть не надо шестигранники мудрее думать. Любая отвертка кристовая сможет решить вопрос установки усилителя. Терминалы под 4-гетчевый провод. 25 квадратов. Можно, в принципе, засунуть и 35, если захотеть. И такие выходы. Четверка, восьмерка. Акустический кабель отсюда выйдет. Можно восьмерке даже подключить динамик. Вот так с этих сторон расположены входы. Ну, иногда это действительно неудобно. Но сейчас мы не используем для подключения 4-х канальные провода. Межблоки все двухканальные мы берем. Потому что они надежнее. Качественнее получается подключение. Поэтому это не проблема. Есть выход для регулятора баса. Его в комплекте нет, но он идет отдельно. И также фильтра. То есть фильтр высоких-низких частот в полную полосу может играть. И как бы есть кнопки увеличения фильтра. То есть умножение на 10 раз получается. То есть если фильтр идет от 40 до 800, то при нажатии этой кнопки он будет от 400 до 8000 Гц. Вот, в принципе, так. И сейчас я вам покажу еще, как выглядит регулятор. Отдельно он стоит всего лишь 500 рублей. Регулятор баса. То есть если вы этот усилок берете на фронт и мостом будете цеплять его на сабвуфер, то вам этот регулятор баса, в принципе, может пригодиться. Такой регулятор вот с таким проводком. Все это тоже есть в наличии. Потому что у многих производителей не достучишься, не дозавешься. Дальше. Что еще есть у Dynamic State? Это я не просто производитель акустов. Dynamic State также производит провода. В очень крутой силиконовой оплетке. Удобно очень тянуть по автомобилю. Зимой он не лопнет, ничто с ним не случится. Это чистая медь. Они идут в течениях 2х1,5х2,5х2,5х2. И вот новенький провод мы недавно привезли. Это для подключения мощного фронта или соединения катушек саби 2х4. Провода классные. Цена просто супер. Дальше у Dynamic State еще есть один бренд от Audio Nova. Там идут все расходники. Дистрибьюторы, колбы сразу с предохранителем. Производитель просто делает сразу колбу с предом. Не надо тебе потом отдельно где-то искать, пред докупать. Преобразователи линейного выхода. Дистрибьюторы такие-таки клеммы. Вот такие вот Y. Также межблоки мы сейчас ожидаем. Очень классные межблоки доработанные. То есть с учетом всех нареканий межблоки дорабатывают. Ну и также змеиная кожа. Она есть у всех. Она обезличена, но в Dynamic State она тоже есть. Вроде основное рассказали. Ребята, приезжайте в гости. Собирайте системы. Мы вас всех ждем. Всем всегда рады. У нас всегда для всех очень клевое отношение. Мы вообще всех вас любим. Так что давайте. До встречи в автокасте. Пока. Где Макс наш баннер? Давай. Его. Пока.